опять эти сумки сумки и сумки еще одна можно признать одно что с погодой нам сегодня по моему повезло что дорогие друзья в москве 5 30 утра и мы начинаем так прицеп цепанули все проверили у нас опять водомет в студии все все хорошо все нормально все прекрасно впереди у нас с вами 200 примерно километров москвы до точки наши сброса и все ждите сейчас кое-что покажу и расскажу красивый рассвет под сергиев посадом красота ребят что дорогие друзья очередной привет или владимир прокатить шкуру и так мы добрались это путешествие планировалось примерно месяца полтора или два то есть выбиралась речка на котором можно было пройтись на мелкой лодке надувной лодки либо там водометной лодки но все знают что у меня есть вот такой прекрасный пока закрытый тентом рипчик с пнд днищем это тримарант 420 под водометным мотором под названием хайди 40 лошадиных сил сейчас все это дело распакуйся вы все это дело увидите вот я как бы подбирал себе реченьку какой-нибудь там вот пройтись и тут мне друзья подсказали есть классная речка нерли я на нее так обратил внимание чтобы вы не пройтись ну и подбил народа своей команды из компании прокатить шкуру и мы все собрались даже пятью лодками пятью лодками то есть у нас будет 5 экипажа это круто причем в этом фильме вы увидите как раз и про лодку одну и про вторую про третью сейчас вам представлю участников нашего классного движения путешествие нас планируется однодневная максимальный пробег 140 километров это 70 туда 70 обратно но в зависимости от того где нам придется развернуться вместо для меня впервые скажем так по которому пойду но я думаю что это будет интересно это крутая идея в плане пройтись по малым рекам московской тверской ярославских областях есть вообще несколько идей еще несколько речек по которым можно было пройтись я пойду на водомете кто-то пойдет на подвесных моторах кто-то защиты кто-то без защиты ну поехали и все это по порядку в этом кино поехали итак участник номер один это свимер 450 с под мотором в 30 лошадиных сил очень крутой очень навороченный проект капитана зовут михаил сейчас у нас нам чуть-чуть расскажет про то что он здесь сотворил смотрите какая классная консоль эта лодка сделана для рыбалки заточена именно под двух-трех человек основная идея была разместить пилота в средней части именно по центру чтобы не было лишних кренов чтобы лодка шла ровно и стабильно впереди организована одна . сзади 2 и 3 в принципе образуется вот здесь сзади на фиш-палубе из интересного суда добавил как знаю все свимороводы у них проблемы с дельфином у свиморов здесь реализованы электрические трансовые плиты которые как раз позволяют правильно сделать дифферентовку лодки и достичь максимально возможной скорости пока еще я не до конца открыл потенциал но я к этому стремлюсь понятно пошли к другому участнику нашего вело пробега скажем у нас иван на связи иван который про по моему почти обрел дзену маловероятно и мне в это не верится вообще последняя моя лодка на которой остановился это получается 450 навигатор он попробовал три мотора уже вот и сегодня я остановился на том что это 30 лошадиных сил это hnd 30 копия yamaha 500 кубов вот но есть один нюанс чтобы это было не регистратом сделано наклеечка до небольшое хулиганство но к сожалению пока что так для чего собиралась лодкой и к чему я пришел значит эта лодка для двоих человек чтобы позаниматься рыбалкой то есть оборудовал себе место именно чтобы сидение передвигалась то есть была сделана платформа чка до простенькая спин д труп они продаются но нюанс был в том чтобы она была именно низкой чтобы не было комфортно сидеть установлен столик установлен и холод без него никуда ну не особо в нем разобрался но в процессе вот сделана обычная лавка для второго человека то есть мы всегда вдвоем с товарищем в дальнейшем также сделаем стульчик чтобы передвигалась и самое крутое что я установил буквально там два дня назад это носовой электромотор seo pro на 12 60 штангой сделана кастомная площадка в прокатить потому что лодка была без массового монтажного блока но так даже больше нравится она легкая аэродинамическая проходит воздух через нее ничего не задерживается и да как и предыдущий наш участник я хотел добиться скорости я не знаю для чего она нужна я добился в 157 километров в час пока что вот но управляйтесь честно уже немножко страшновато сейчас посмотрим как будет с электромотором хорошите молодые а хотят они скорости слушайте и особенно на моторе 9 и 9 не регистратор понимаете 9 и 9 не регистраты ты хочешь скорости в 57 километров в час это просто крутя бы ладно и у нас еще один есть участник два точнее говоря один у нас не подъехал а второй участник у нас как раз будет доставать лодку из автомобиля мы сегодня взяли на тест лодку x river рокки 415 это у нас сергей и его помощник андрей на тесте у нас сегодня лодка x r особенности лодки в том что у нее пол высокого давления его тип лодок мы недавно начали продавать значит хотим испытать ее на воде как она будет отличаться от уже нашего опыта который мы имели с лодками нднд вот сегодня замерим скорость и эта лодка будет идти наравне с римами на моторе tahatsu 9 и 9 лошадиных сил она же 20 мы сделаем отдельный ролик по этой лодке покажем расскажем как все это дело надувается собирается в рамках этого обзора у нас будет просто путешествие на этой лодке и я надеюсь мы пройдем все вместе порядка 100 километров это не меньше и потом уже мы выскажем некое свое все-таки мнение на предмет скажем вот такой лодки правда пойдем по мелкой речке еще раз повторюсь нерль но тем не менее вперед мы собираемся так четвертый участник нашего безобразия мероприятия по ходу по речке нерль это у нас навигатор также рип 450r на двухтактном моторе hnd 40 лошадиных сил под дистанции капитан сергей ну сама сборка сама сборка что 78 часов работы в гараже не покладая рук и вот такой вот сортиру тебя получается вместе с баком да не успел крышку сделать да обращайтесь в компании заранее потому что можно не успеть ну кстати вот симпатично выглядит как примерно как high dos и вообще в принципе комплект очень симпатично появился получился точнее hnd серенького цвета навигатор серенького цвета здесь беленькая красненькая вообще очень реально симпатно двухтактный мотор на винте серёга будет обкатывать чуть-чуть обкатать надо но мы не быстро пойдем уж им посмотрим как будет действовать этот китайский мотор это у нас хайди завод хайди представительство hnd motor place в россии консоль к у человека есть как минимум кнопочки всевозможные то есть туда отверстия какие-то тут не успел что-то сделать рулевая система кармашек для мобильного телефона прокатись приборы контроля телеметрии ну в целом в общем то все более или менее как-то вот из говна и палок короче человек работает нормально менеджеров прокатись и понимает как надо собирать правильные лодки последнюю ночь ночь последнего болта вот не получается вот ой-ой-ой здесь вообще смотрите сколько всего тут интересного все все тут валяется все тут лежит лада все руки так я свою лодку тоже в принципе уже разобрал хайдос достал водометный еще раз тримаран 420 кб русские амфибии после керите практически ничего не поменялось здесь здесь и холода пока пропали мне не нужны сумки ивлер здесь здесь какие-то вещи все навалено сейчас разгребемся понятно электромотор на всякий случай фара глаз циклопа и соответственно алюминиевая площадка то что сделается в прокатись все друзья все друзья пакуемся друзья самое главное что правильно не забывайте масло добавлять в бензин на двухтактных моторах потому что да блин потому что это ремонт потом очень дорогой у всех двухтактники в этот раз бензин как в песок как и масло так берем литрушку масла у нас двухтактник 25 литров сейчас мотор на обкатке у него сейчас наработка по моему ну да типа шесть часов нам еще четыре часа катать его поэтому заливаем литрушку на 25 литров вроде все спиннинг зацепил 2 есть флаг поставили вещи в гермомешке гермобауле поставили камеры goproher поставили закрепили одну там одну там вроде все должно быть хорошо легкая легкая 4 мужика запыхались блин как не как не всегда блин вообще легкая так мы почти готовы 1 2 дымит 3 4 5 сейчас мотор накинем и пошли спустились значит хорошо когда у тебя есть электростартер запускаемся на двухтактная техника без электростартера эта штука такая себе но наконец-то он запустился на самом деле поменяли просто топливный шланг кубераторе не было бензина все накачали небольшая зарядочка перед выходом и все готово но бывает и такой старт да без колпака дымим конечно но моторы на обкатках требует больше топлива вернее не топлива а масло из-за этого происходит такая дымность капитан сергей капитан владимир александрович у нас 7 футов под килем как говорится мощь просто еще один участник данного проекта это x river 415 на восемнадцатом тахацу и еще один участник этого похода 450 свимер что-то пошло не по плану владимир александровича почему-то опять не заводится мотор небольшая задержка буквально пятиминутная раскрутился винт во первых топливного коннектора во вторых ручного запуска повторю еще раз топливного коннектора скрутился и ручного запуска соответственно соскочил ручной запуск храповичок не вставал за цепление раскрыли быстро почему надо иметь небольшой инструмент с собой всегда в лодочке ну двигай вот такие прекрасные виды открываются реки церкви всевозможна то что с дороги в принципе не видно мы продолжаем наше путешествие по реке нерль и вы же знаете что в принципе деревни строились вдоль реки и очень часто можно увидеть было как раз как вдоль реки формируются города поселки какие-то люди живут на стрека это водная артерия это наша кровь наша вена по которой течет просто жизнь это рыба это сплав это сплав деревьев корабли поэтому круто сейчас кое-что еще покажу у нас первые первые завтра первый чай как-то приятно осознавать как раз мы стали около этой циркушки красивейший миша сейчас на своей лодке будет менять винт уйди противный вот будет менять винт потому что тяжеловато ему идти на такой груженой лодки вместе с максом макс хорошо плотно кушает у нас и завтраком сегодня молодец сейчас поменяем на воде винта плиты не опущены вот и соответственно все держимся на одном электромоторе сколько нас тут пять лодок сейчас еще серёга подойдет ваще будет кайфушки мы высадились на бережок прошли по моему около 30 километров наверно вроде все пока в порядке у нас лодки идут настроение боевое мы решили немножечко перекусить вань как тебе дорога отлично вообще кайфовая речка пейзажи пейзажи перетекают вообще прям великолепно церковь проплывали очень красиво много речка крутая на самом деле очень ну вот дальше мы идем сейчас мы перекусим и пойдем дальше получать удовольствие кайфовая ну и опыта набираться в одномоторного в том числе у кого-то мотор новый кто-то обкатывается в основном у нас китайский практически мотор они здесь есть два два изгоя два японца я бы так сказал все остальное да все остальное это просто жуткий китай блин вообще который то заводится то не заводится короче нормально серёга как тебе речка серёга самая тема семьей погонять да мне кажется вообще вообще кайф вам как супер вообще надо сюда вернуться можно рыбку посмотреть ну в общем такие дела ладно мы немножко перекусываем и двигаем дальше ребята это просто пушка это просто офигенно нам так повезло с погодой в который раз сегодня людям все как это делится этим мнением прям вот я не знает тишина и вот эти мелкие реки наших областей это просто что-то с чем-то ну и соответственно наш небольшой флот ну и конечно же как вы думаете что нужно делать в путешествиях конечно обжираться что делают у нас тут как раз пацаны а у нас тут окажется даже люди есть а мы тут кушаем да а отлично а я вам кофе принес перекусили чуток сейчас парни тут меняют винты у себя на лодках все-таки хотят подобрать некие оптимальные какие-то варианты движения и двигаем дальше ребята решили поменять винта на не оказаться лично мне причины неизвестно ребята зачем меняете для видео я им для того чтобы лодка пошла лодка груженная на моторе установлена защита винта вот она нержавеющая за счет этого идет большое сопротивление лодка с трудом уходит на глис тоже не ставил скоростной сейчас поставим грузовой и будем сдвигать берега господа мы дошли до реки сёбла вот она сюда уходит на сегре оттуда она впадает сюда нам дальше а речка между тем становится все уже и уже прям с этим мужик не ужин слушайте ну как и сказал принципе начались вот извилистые повороты они все чаще чаще эти мелкие повороты прям вообще вот классно у тебя речка уже вместо там 100 метров или 50 она у тебя уже переплюйка прав по факту ну так метров наверно там 20 ширина макс он уже с веслом пошел мерить глубину и здесь в принципе наступает время водометов потому что у нас по колено ребята нас есть водора здесь мелко сейчас мы наших друзей подождем а самое главное здесь кристально чистая вода вот это меня прям поражает сейчас реально она просто чистый мы видим с вами дно ну это вообще вот просто не знаю там кайф какой-то огромнейшая сколько глубина и температура 60 сантиметров глубина температура сколько 12 градусов да в принципе можно купаться в общем-то парни и это у нас практически 3 октября 24 года до мы 3 октября выехали на путешествие на покатушку кстати сегодня 3 октября день рождения моего очень хорошего друга и товарища сергея беляева многие узнают по работе в компании мида да да вот поэтому серёга с днём рождения и все те кто смотрит я думаю что тебя поздравили или как минимум запишут следующий раз обязательно тебя поздравить все а мы попытаемся продолжить наше путешествие потому что часть моторов сейчас уже как-то себя не очень хорошо ведут на этой глубине здесь камушки и здесь начинается как раз дорога для гидроциклистов у нас мелко и сказать вам точно здесь всего лишь 05 возможно что дальше мы не пройдем одна лодка способна у нас это сделать это только водометный риф по-моему мы намотали немножечко травы все пошло не по плану ох ты ничего себе макароны заказывали водометчик один враг это у нас трава которая там вот у нас растет плавает и прочее поэтому конечно когда у нас травы дофига мы никуда не идем либо ее как минимум откидываем дальше заводимся и погнали дальше учетами ощущение что наше путешествие прекрасно закончил потому что парни как минимум как минимум парня не хотят бить редуктора винты и прочее вот а я сейчас еще посмотрю будет ли возможность или нет двинуться дальше вопрос надо оно ли не надо я честно говоря думал что у нас это травы и уже не растет и я знал что будет такая проблема с этой травой я буду постоянно насасывать просто-напросто водомет и потом просто тупо будет невозможно вот здесь глубина очень маленькая здесь вообще даже лопатка весла не тонет сантиметров 20 10 грибов а вот так вот вода прозрачно меня вот это удивляет больше всего у ивана новая игрушка кораблик на радиоуправлении мы в детстве не подарили вот теперь весь свой полноразмерный владимир нас сейчас покидает он поедет как покорять пороги которые мы не сможем пройти но нам у нас будет возможность по рыбачить вот чем занят наш капитан уходим уходим с мелководья он там ребята тоже уже пришвартовались отшвартовываются как могут смели винты не только у нас у всех в таком вот виде так парни сказали что мы сюда дошли это 47 километров от точки сброса время 14 00 принципе чё да ничего пацаны остаются здесь чуть-чуть половить на глубине на какой тут ну типа 78 сантиметров пытаются поймать наверное какую-то свою рыбу мечты может быть да с плавом надо половить а я попробую штурмануть и посмотреть посмотреть куда там можно дальше пройти попробуем а тут даже есть небольшой порожек около такого красивого дома картинка про загляденье сейчас мы тут сольемся пацанам а тут плита бетонная прошел нормально с плиты свалился а вот так вот а вот так вот деревянные пеньки стойки от моста но в принципе если перетащиться как-то наверное то можно дальше иметь дорогу я повис на каком-то сраном пеньки вот в думу попробовать сюда и где-то там повис по моему время для вы дыров у меня такое ощущение вода холодная колодезно практически умыться спасибо тебе за то что нам сегодня подарила такое классное приключение сейчас мы снимемся и вернемся вот для чего нужны примитивные хотя бы вы дыра не такие продвинутым с ботинками супер-пупер которая взяла у меня есть сапоги от финтрейла такие вы дыра как бы вот они сейчас покажу просто забродники грубо но по самые по самой груди придется стаскивать очудил какие варианты вообще трошак сейчас надо привязать ее к себе хотя бы чтобы не улетела течение реально быстро ну короче здесь не пройти все либо как-то надо аккуратно на чем-то куда-то но не ну примерно вот так это выглядит с воды лодка на чем-то висит сейчас я сниму и пойду дальше здесь видно как-то проходили гидроциклисты все-таки есть какие-то отметинки такие прям вот здесь вот все таки там пенечки есть но видимо либо ходом надо идти потому что здесь вот конечно так за или на пенек и вижу вот все вижу то есть такой проход для гидроцикла точно есть я видимо во что-то уперся может быть она и к лучшему потихонечку полигонечку можно признать что принципе пройти можно и на гидриках аккуратно проползти можно и даже здесь можно протащить ее волоком и дальше тоже можно но мы это оставим на следующий раз как часы китайские вот так на заезжать классический на песок со всеми понтами это водомет и отсюда его теперь можно только снять руками что я могу еще сказать там даже вот составила не будет работать вообще никак нет я не тормозил нет я тормозил чуть-чуть газ просто сбросил но короче да но это же пндс к она слушая на скользит сейчас мы его аккуратненько снимем вытащим и все не друзья это японский мотор не сломался просто сергей у нас пробует как это на веслах это лодка ход к или не ход к это кстати говорит ход к нормально это капец слушать у меня короче вот этот вот прекрасный рим попал в рулевой у меня заклинило мотор я просто как бы подвесил чтобы он не мешал себе заклинило мотор и сейчас вот и сейчас прямо вот сюда вот как это чуть в берег не улетел я честно говоря думал что сейчас судак выскочу просто наверх а нет нифига вообще даже помню ничего не поломал то камеру немножко погнула и травы тут собрал ветки какие-то всякая разная хрень блин ну короче да эпично все друзья двинули мы домой у нас один на перекус будет такая остановочка по рыбачу может быть и все попробуем вау Субтитры подогнал «Симон» 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 Скажем так, два хомячка Максим, извини 50 литров бензина В основных баках на корме Плюс 35 в резерве Впереди два аккумулятора Носовой электромотор Ну и немножко шмурдяка Значит, на 10-м винте у нас было 5900 оборотов Максимально по течению было 41 Против течения шли стабильно так, 39 Опять в очередной раз я убедился, что Плиты для свимера архи нужны Плиты регулируемые, чтобы можно было Стабильно лодку выставить Лодка была именно для того, чтобы ей пользоваться Чтобы можно было так ткнуться в песок Пройти по камням И в то же время комфортно ловить Максимальное, что на этом свимере я проходил Это в Астрахани была где-то волна такая локальная Ну, в пределах до метра Да, она захлестывала при неправильной рулежке Но, в общем-то, она позволяла дойти до берега То есть, это не сама цель Ходить всегда по большим волнам А основная задача была выйти Дойти до какой-то точки Половить или, наоборот, вернуться с точки Если вдруг раздуло неожиданно Поэтому комплект это мой И в ближайшее время менять не вижу смысла Лодка А легкая Б ходкая Ну и, в принципе, сделано все заточено под себя Наше путешествие еще не закончилось Но я на лодке X-River прошел примерно 60 км Она оказалась очень ходкая Несмотря на то, что она полностью надувная Она великолепно фильтрует небольшую волну Она собранная, сбитая То есть, я эту лодку рассматривал к покупке Ну, вот именно для себя И я теперь точно ее покупаю, эту лодку Мне она очень понравилась Ее на самое главное поведение Вот Ее жесткость, скоростные характеристики 38 км в час она шла на моторе В 18-м Тахацу Против течения И 42 у нас получился результат по течению Вот, загрузка 2 человека Много шмурдюка Вода с собой, бензин Килограмм, наверное, 40 загрузки Очень порадовала Рекомендую к покупке Оптимальный размер для такой лодки 415 Прижимается к воде Несмотря на то, что она полностью надувная Не рыскает эта лодка Только положительные впечатления Ну, и еще это в команде друзей Единомышленников Поэтому это всегда приятно Народ всегда интересуется Как там удобно стоять или неудобно стоять И второй вопрос по поводу дельфина вообще У этой лодки действительно Не абсолютно ровный пол А он V-образную форму имеет Причем именно внутри лодки После 5 минут нахождения в лодке Никакого дискомфорта абсолютно нет Можно ходить, стоять, бросать спилинг в лодку То есть, ну, никаких проблем с нахождением в этой лодке Не вижу вообще По дельфину Значит, при кормовой загрузке При полном газе Легкий дельфин, ну, как бы есть Но это практически минимально Если человек пересаживается вперед То все четко идет Абсолютно прозрачно, прагматично Как путешествуются? Вообще супер, классно Просто на денечек вырваться на речку Нерль Да, это прямо волшебная природа Здесь, конечно, очень классная Места красивые Это не какая-нибудь Турция Или там еще какой-нибудь Египет Это Россия, друзья мои Все, что мы предполагали по этой лодке Все наши доводы по ней Они, в принципе, оправдались Она очень устойчивая При боковых нагрузках Примерно как рип Нет лишней раскачки В кокпите стоять удобно Несмотря на вот эту всю килеватость Идет хорошо, мягко Хорошо преодолевает волну Единственный минус, наверное, заметили Что не всем будет сразу привычна Глубина кокпита И высота лавки То есть посадка Наверное, надо будет дополнительную ручку Шкипера Ну, это для уже роста Я думаю, что это, в принципе, на каждой лодке Такая, как бы, функция должна присутствовать Атахатсу-18 Под ним показал себя хорошо Быстро выпрыгивает на глиссер Идет мягко Лодкой очень доволен Клиенты, я думаю, наши тоже Да, очень довольны По крайней мере, не звонили, не жаловались А я сегодня управляю Рибом Навигатор 450 Лодка в полусборке находится Как раз сегодня получилось ее потестить Посмотреть по компоновке Все ли правильно стоит Чего не хватает И так далее Лодка не рыбацкая Я не рыбак Но с семьей любим путешествовать по воде Соответственно, поэтому компоновочка именно вот такая Два рундука, консоль Куча мест, куда можно запихнуть вещи И несмотря на дизлайки от наших коллег Активные Мне такая компоновка нравится Ну и на самом деле Половить рыбу, в принципе, отсюда тоже можно Вполне Без всяких фиш платформ новоботных По волне идет хорошо То есть для использования на таких речках Замечательно себя показывает Ну и для большей волны тоже Замечательно подойдет Мотор HND 40 Возникли сегодня некоторые вопросы по нему Но они больше связаны, наверное, с техническим исполнением Была стружка в баке Вот мотор немножко из-за этого побарахлил Ну, я надеюсь, дальше покажет себя с лучшей стороны Ну, ты доволен? Все нормально? Да, я очень доволен По скорости что набежит в одного-то? Мерил или на обкатке пока? Из-за того, что на обкатке? Немножко померил Все-таки, ну как не померить На 13-м родном винте В одного человека 53 максимально Показало На 15-м винте Солос 62 километра в час Но это еще было не в полный газ Было против течения Надо потестить в обратную сторону Слушай, а в комплектации с раковкой рулежка шла, да? Рулежка шла Но, собственно Из того, что шло в комплекте Кроме топливного шланга По сути, ничего не использовал Троса традиционно китайцы кладут очень длинные 5-метровые, что рулевые, что газ реверс Поэтому, собственно, их здесь никуда не поставить Штурвал в комплекте идет Тоже там достаточно такой простенький Ну, в принципе, можно его использовать вполне Рулевой редуктор в комплекте идет А-ля Т67 Тоже китайского производства Но я его оставил как запасной Поэтому, собственно, здесь, наверное, только Из комплекта мотор Ну, и, собственно, топливная Топливный шланг Ребята уже про свои все рассказали А у меня РИП-навигатор 450 Из всех моих мучений, выборов То, что вы видели у нас в роликах Я пришел к этой лодке Значит, пробовал я под тремя моторами Конечный мотор, который я себе оставил Это 30-ка H&D Двухтактная, румпельная Она меня больше всех устроила То есть, я добился скорости, которую хотел Собрал лодку именно для рыбалки Тоже, вот, как Сергей собирал Для отдыха семья А я собирал именно для рыбалки Для двоих человек У меня стоит креслица Ихолотик Носовой электромотор установили Вот прямо перед выездом То есть, все сделали Все без всяких консолей Лодка побежала на 13-омете На солосе в одного человека стабильно 47-48 км в час В носу только носовой электромотор Который весит 25 кг По серединочке Ящик с приманками, он, наверное, в районе 10-15 кг И сзади два полных бака Было по 24 литра Аккумуляторная батарея еще плюс 15 Ну, в принципе, такая загрузка Ходил я сегодня один Говорил, в 47-48 кг Прям вообще стабильно бежит Лодка рулится отлично Поворачивает, выходит в глиссер То есть, вот прям все можно на ней делать Хотелось бы поменять на 40 Ну, то есть, останавливаться не хочется Потому что вот у коллеги, у Сергея, она 60 поехала Вернее, пошла 62 62, да Вот, это нужно обязательно Против течения, кстати Против течения, да Хочется еще больше скорости Она, в принципе, уже не нужна Но просто, чтобы она была ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все Все, тарахтелка Все Приехали Парни прибывают Потихонечку Мы на базе с Княтина уже Вот сейчас мы будем подниматься Ты доехал нормально? Подкачивал? Вначале подкачивал А потом просралось Скорее всего, конечно Кусочки попадают Куда-нибудь в карп там, да Ребята на экстривере Подходят Потихонечку, полигонечку Заходим все Кстати, на китайце гидроподъем нормально работает абсолютно И чендишка-то очень неплохо Ну все Вот и Иван Все в домике Все нормально, все хорошо Моя душенька спокойна Да, у меня тоже есть определенное мнение Мы наконец-то дошли Время 17.56 Это было круто, да, Сережа? Да Это было круто Да, Сережа? Да Вообще отлично Прокатись Это просто наикрутейшая команда И компания вообще парня Сейчас у нас ребята еще доходят Все, мы сегодня прошли 90 примерно километров Туда-обратно У нас были поломки У нас были проблемы Но без этого никакой Трип никогда не бывает Мы сейчас поднимаемся Я, честно говоря, вот, наверное, расскажу Минус водомета все-таки На таких осенних речках Я думал следующее Что ты идешь такой свободный На водомете Трава не растет И все хорошо Но Вся гадость заключается в том Что у тебя есть листья Листья, которые падают Осенние листья И у тебя забивается Водомут Весь забивается И ты постоянно Тормозишься И пытаешься Это как-то вот Все это почистить В этом есть большущая особенность Это не то, что минус Это просто особенность В принципе этого Действа всего Но с ним можно жить Водомет позволяет пройти чуть дальше Да, он идет чуть медленнее Но позволяет пройти немножко дальше Чуть больше топлива Интереснее Чуть где-то шумнее Но в целом Можно было идти до конца Цветового дня реально бы не хватило Мы бы сейчас вернулись бы затемно Наверное, это по-своему было бы круто Но это надо идти вот еще раз повторюсь Летом туда Вот прям выходить И идти вот до упора Прям туда вот Прям вообще до того Все, парни До скорых встреч Это было классно, интересно Здорово Ну и заходите в наш телеграм-канал В наш телеграм-чат Семь футов Там есть блог про путешествия Подписывайтесь Заходите Технические вопросы все Пойдем ставить электростартер На хайде Ручной отвалился Мы теперь поставим электрический Ну и конечно же Ручной починим Всем пока Обняли Где-то у Серега Приложился немножко Но вроде как бы Все нормально Никаких повреждений На редукторе нет Слушайте, ну Неплохой мотор Что можно сказать Если бы не проблема с топливом У тебя тут, кстати, немножко Что-то вылезло Если бы не проблема с топливом Которая была Из-за бака То, в принципе, все хорошо Тянет нормально, да? Да Да, вот это Вытащил я Вот отсюда И вот с этим вот Это кошмар По осени Это просто трешак Из интейка Листья вытаскивать А еще, когда у тебя Ручной старт не работает Только шморгалка Вдвое неприкольно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok